приветствую всех кто заглянул на мой канал друзья я опять пришла в огород теперь слава богу могу каждый день приходить понемногу что-то делать вот еще раз вам покажу моя клубника все вроде ничего мои грядки подготовленные а также друзья смотрите как я покрасила тепличку заказали мы пленку в интернете для теплицы вот жду когда придет бока будем покрывать прозрачной пленкой там написано что она прочная от солнца от воды ну в общем специально для теплицы ну посмотрим друзья а наверх на крышу буду покупать своем магазине вот здесь рядышком в копе такую же что у меня вот было 200 200 граммовая она стоит вот за 80 франков а по бокам решила такую прозрачную так что вот все покрасила смотрите друзья то есть все потихоньку работа идет осталось нет выходные уже сто раз он говорила убрать вот это все обрезать кто-то у меня тут просил какие-то кусочки хотя не знаю для чего это она им нужна так как она уже такая как сказать нестабильная прямо вся расползается в руках также друзья смотрите прибрала здесь как я вам и говорила все потихонечку медленно все делаю я хоть медленно но могу уже начинать работы в огороде а в россии я смотрю еще снег только начинает таять и люди потихонечку уже едут в сторону своих огородов а у кого-то еще наверное и вообще рано не то что рано они не могут добраться потому что еще много снега не растаял ну то я уже могу делать дела в огороде вот свою чернику всю почистила с этой стороны удобрила также раскислила ну вот она у меня вообще здесь прекрасно вот эти кусты я вам еще раз повторюсь они у меня вообще это голубика здесь очень хорошо себя чувствует вот нравится и видать здесь или может сорта уже такие я тут подобрала ну не знаю по сравнению с тем что вот на этой грядке вот новая пока вроде видите все нормально листочки даже зеленеет вот смотрите вроде приживается картин зима я тут вовсю так сейчас глянем смородину за этот куст хотел он inch и на штампе вот смотрите друзья стволик такой маленький а верхушка огромная мне придется наверное еще огромный кол подвязывать так что она уже в том году это смородина была прямо такая битвистая огромная и вот представьте на таком маленьком тоненьком стволике ну вроде все нормально но тем не менее ты будут все это еще удобрять новой земли подсыпать ну смотрите уже все просыпается так сейчас его этот маленький кустик тоже смотрю все веточки живые но он маленький да то есть этот стволик может выдержать этот вкус но тут конечно я вам еще потом буду показывать он и сейчас еще больше разросся я его 2 треветки удаляла но все равно это наш новый кустик который мы сажали что я купила в германии ну вроде тоже все ничего морозов не обещают это крыжовник так договорилась я со своей соседкой чтобы она мне сожгла все вот эти деревянные что они видите все уже прогнили но она сказала как будет делать костер мне все это пожрет так ну все друзья что у меня тут еще нового так мне писали про как сказать про вот этот компост сорняки которые я удалял вот это тоже буду выбрасывать ничего мне смотрите друзья это все потом прорастает не нужны мне эти сорняки у меня в огороде хоть не пишут что это так шикарное удобрение не надо мне у меня нет во первых место чтобы это было шикарно удобрение надо этот компост года два продержать это эти сорняки вот эти семена они через два года вот я в прошлом году вот сюда я высыпала весь компост смотрите сколько сорняков не хочу никакого компоста у меня в огороде и также вот эту барматуху заливать как сказали мне водой тоже не хочу меня первых нигде это все заливать у нас у меня и так он смотрите тут мне вот этот я не знаю когда порядок то здесь маг на виду все медленно и место лет у меня я даже не знаю куда что пристроить все вот у меня этот домик там небольшой сарайчик я вам уже показывал все сзади дома нельзя нам ничего складывать это я хоть из хоть и складываю но все равно вот это например вот это все все под запретом все должно быть чисто но так как другие тоже тут все складывать если вам покажу вот людей но у меня здесь вот только дуги вот что у меня здесь стоит ну просто катастрофически нет места у кого-то там вообще он смотрите все навалено люди конечно складывают как могут но если нет места вот такие у нас огородики в швейцарии малюсе ханьки а вы представьте у кого 100 квадратов так эти пластик тоже мне надо сейчас гляну воды не натекло вот у меня еще тут мой короб я в него буду все складывать еще специального почистил потому что он был заполнен водой сейчас смотрю дожди были ничего вода не поступает значит не знаю почему тут вода налилась вот еще у меня есть место хранения мешки вот землю я это конечно сейчас все буду убирать это все в грядке пойдет эти ведра все вот и видите вот эти сорняки которые вам сказала что у меня кона заберет она тоже отказалась она сказал я не хочу эти как сказать сорняки которые потом у них она сказал я из-за тебя это уже вся земля в сорняках она мне готов тебя чисто у нее одни сорняки потому что она постоянно забирает мой компост и он конечно у нее не вызревает а потому что нету время чтоб хорошо вызрел компост но года два надо чтоб он простоял он у нее смотрите видите все в сорняках у бедные когда на это будет убирать не знаю она тоже как и я все медленно еще и реже чем я приходит это хоть каждый день прихожу хоть понемногу что-то ковырялись в огороде она ну в общем отказалась она принимать мои сорняки сейчас вот это что буду чистить всех не знаю куда складывать у меня единственное что у ольга ольга моя живет в частном доме и у них бесплатно вывозят по средам ну вот этот грюны обфаль вот это все зеленые там обрезки сорняки ну в общем все что они обрезают ветки траву но она живет на другом конце города вот мне надо это ей как-то вести погрузить машину и ей это все отвезти но в общем буду думать куда девать мне сорняки я не могу начать как говорится чистить эту половину так как мне некуда девать сорняки вот и всех у нас всегда проблема в огороде у многих еще раз я вам повторюсь в прошлом году по моему говорила я могу заполнить один черный мешок больше на 120 литров по моему который мне потом вообще не поднять и отвезти тоже у нас есть тут такая фирма которая вот этот все но весь мусор можно туда за деньги отвозить вот этот мешок стоит 5 франков с ноты с этой зеленкой в общем с этими сорняками или с ветками так что вот друзья у нас не так все просто в швейцарии буду очень думать что и как но сейчас на выходные у нас длинные выходные в швейцарии буду чистить вот эту сторону огорода потому что но у меня тут вообще так все заросло чем больше буду ждать тем тяжелее будет чистить чистить и тем больше на растет сорняков вот смотрите смотрите сколько и вот куда мне это все девать это будет как минимум еще три таких body ну что друзья ладно поплакалась вам показала опять вам свой огород она сегодня все ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь пожалуйста на канал а я буду заниматься делами